Привет всем! У меня на канале Ресторан Фрущевки. И сегодня у нас будет рецепт супа. Сегодня будет максимально такой, знаете, рецепт, в котором делать ничего не надо, фактически. И посмотрим, ну реально способен ли он справиться вот с этой задачей и сделать действительно по-настоящему вкусный, вкусный крем-суп. Частую мы хотим съесть что-то, во-первых, вкусное, во-вторых, хотим накормить своих детей, в том числе каким-то таким, знаете, чем-то полезным. А полезно это зачастую то, где есть много овощей, но при этом, ну мало у кого дети такие говорят, да-да, я сегодня буду есть какой-нибудь овощной суп. Для этого, конечно же, мы можем использовать разные уловки. И я думаю, что уловка номер один и самая простая и интересная, это сделать из супа крем-суп. Конечно же, я думаю, что многие пробовали готовить крем-суп, и все знают, что это обычно несколько этапов. То есть, если вы хотите сделать вкусный суп, то вы будете делать отдельный какой-то бульон, где-то отдельно варить овощи, потом, ну, в классическом прочтении этого рецепта обжариваются грибы на отдельной там сковородке, да, отдельно варится бульон, потом все это смешивается, вы пробиваете это блендером. В итоге вы задействовали там кастрюльку, сковородку, блендер, который вы в итоге там должны мыть, отдирать. Если вы пробовали как-нибудь готовое горячее блюдо там в кастрюле пробивать блендером, достаточно, в котором много жидкости, то вы еще знаете, что это любит так вот расплескиваться в разные стороны. И сегодня я решил для вас показать, как это можно сделать быстро, просто, легко и удобно. У меня как раз оказался на тесте вот такой чудо-интересный аппарат. Это такой два в одном блендер-мультиварка от Цептор. Никогда ничего подобного до этого не видел. Сейчас вот взял, использую заодно, тренируюсь, смотрю, какие есть возможности, и вот вам решил об этом рассказать. Смотрите, здесь сейчас все будет настолько просто, насколько вы еще не видели крем-суп. Вот у меня есть чаша. Здесь вообще две чаши, одна вот с красной каемкой, это для горячего приготовления, одна для холодного. В итоге внутри вот у нас там стоят ножи и покрытие из нержавейки. То есть, в принципе, чтобы не пригорало, чаша сама стеклянная. Что я буду делать сейчас? Смотрите, по сути, я беру у меня здесь где-то 700 миллилитров воды. Я сюда его добавляю. Дальше я беру наши овощи. Ну, я так грубо их просто порежу. Сюда же, сюда же, сразу. Ну, вы же хотите варить бульон, да? Поэтому я сюда же сразу добавляю курицу. Вот так. Да, я все сюда забросил. У меня есть еще, я делаю, когда использую какие-нибудь там петрушку или укроп, я оставляю стебли петрушки или укропа, да, и обычно замораживаю их вот, ну, с целью потом пустить их в какой-нибудь бульон. Это очень классно работает. В них достаточно много аромата. При этом мне не нужна сама там петрушка или укроп. Так, я добавил зелень, ну, осталось, конечно же, там, соль, перец. Сюда сразу добавляю. Будем дальше регулировать. Ну, то есть, добавляю свежемолотый микс перцев. И добавляю соль для бульона нашего. Ну, все, собственно, на этом все. Берем крышку, закрываем плотно. Все, до щелчка. Здесь вот есть такое отверстие, да, то есть, я могу сюда добавлять ингредиенты. И поэтому, соответственно, я там грибы добавлю чуть позже. Пусть бульон наш немного поварится. Поехали. Все, что мне нужно. То есть, я должен взять чашу и поставить на основание. Все, она начинает, она автоматически распознает, какой режим. Если горит красным, значит, это режим горячего приготовления. Мы выбираем режим номер один. Это, собственно, суп. Ну, по сути, все. Что сейчас происходит? То есть, в принципе, вот он начинает нагревать воду. В чашу и понемногу начинает перемешивать ингредиенты. Пока наш бульон начал вариться, я пока порежу шампиньоны. Причем заморачиваться не буду. Там буквально вот на четыре части порежу. Ну, смотрите, какие нюансы я вижу. То есть, в обычной жизни, ну, во-первых, я даже вот так быстро не вскипячу, как здесь. Плюс, что он делает? Вот он сейчас постепенно начнет перемалывать все, что там есть, в мелкую дисперсию. Соответственно, на это нужно меньше времени для готовки, в принципе. То есть, если вы варите обычный бульон, то вам нужно время, ну, реально, минимум, я варю, там, минут 45-час, полтора-два. То есть, ну, там, для того, чтобы все выварилось и для того, чтобы добиться ненужного аромата. Здесь же, по сути, базовый режим, как бы, 18 минут. Я думаю, что мы к нему добавим еще отдельно просто, там, минут 10 варки с грибами. Но в целом, то есть, грубо говоря, за полчаса, не парясь там, что у вас происходит, выкипает, не выкипает, кастрюля у вас не кастрюля. То есть, мы все в одной емкости сейчас сделаем, не отходя от кассы. Ну, и смотрите, все, я могу уже, на самом деле, там, 18 минут заниматься чем-то другим. Все здесь происходит автоматически. Ну, и, конечно, пахнет уже очень вкусно. Посмотрите, что у нас за консистенция уже бульона. Давайте посмотрим, что у нас тут вышло. Ну, посмотрите, прям текстура очень равномерная пюре. Ну, прям, ну, прям шикарно. Я сюда сейчас добавляю просто вот шампиньоны наши, которые в обычной жизни, как я и говорил, вы жарите где-то отдельно. Закрываю назад все это крышкой. Так. И отправляю назад на станцию. Смотрите, ну, теперь я что хочу сделать? Я могу включить, как бы, режим супа еще раз проварить, но 18 минут это много. Поэтому моя задача, смотрите, сначала измельчить. Здесь есть режим просто измельчить. Могу вот на пятерочку поставить. Это 2 минуты. Ну, все, грибы я измельчил, поэтому я сейчас просто врубаю режим. Вот, есть режим типа здоровая варка, просто варка. То есть, мне нужно грибы теперь сварить. Он по умолчанию на 99 минут, но фактически нам нужно минут буквально 10, я думаю, достаточно будет для того, чтобы грибы были готовы. Все, ждем. Пока у меня там варится суп, я решил поджарить немного гренки. Добавил чуть-чуть, буквально пару капель масла. Закинул свежую чиабатту. Вот у меня тут уже на сковородке все готово. Немного поперчил. Есть интересный лайфхак с посудой от Цептера. Вот у меня есть типа сковородка такая, типа сотейник, да? И к ней идет крышка. Тут термокрышка, все дела, но вот ее можно использовать вот так для сервировки там, для подачи. Я могу сюда положить, чтобы они остывали просто. И мне не нужно какую-то дополнительную посуду использовать. Значит, у меня здесь уже крем-суп доваривается. Я выключаю режим варки. Все, выключил. Теперь моя задача у меня сливки комнатной температуры. Я хотел бы сливки туда добавить и перемешать. Варить их как бы не нужно, сливки, да? Поэтому я думаю, что вопрос по вкусу добавить, чтобы быстро смешать. Я хочу, чтобы суп был более сливочный. Вот, ну, я думаю, что полностью не надо. Если что, я потом могу отдельно добавить. Закрываю назад крышкой. И такой лайтовый режим там перемешивания на небольшой скорости. Поехали. Я думаю, что достаточно. Собственно, все. Давайте посмотрим внутрь, что у нас там. Прекрасно. Пахнет прям грибочками. Прям отлично. Ну, смотрите, в обычной жизни я бы, наверное, там какой-то половничек бы использовал. Но зачем мне вымазывать лишнюю посуду? У нас же концепция нет в лишней посуде. Наливаем сюда наш крем-суп. Вот у нас достаточно жидкая консистенция получилась. Ну, мне нравится такая. Теперь, наверное, нам нужно немного украсить. Для этого нам нужны, во-первых, сливки. Я бы добавил сюда еще немного... Вот есть у меня микрозелень. Ну, вот так, произвольно. И свежемолотый перец обновить. Я совсем забыл про последний штрих. Я специально оставил пару кусочков шампиньонов. Я вот так их положу. Ну, произвольно. Все. Теперь точно наше блюдо готово. Посмотрите, что происходит. Ну, прям прекрасно. Все. Осталось его только попробовать. Ребят, ну, самое-самое интересное, как обычно, часть. Надо же попробовать наш крем-суп. Слушайте, выглядит бомбически. Конечно, я молодец. От скромности не умру. Ну, ладно, давайте пробовать. Послушайте. Текстура очень-очень-очень такая кремовая, нежная. Жидкости оказалось достаточно. И он такой даже, наверное, чуть более жидкий, чем вы в основном можете кушать в ресторане. Знаете, почему? Потому что блендер, конечно, за время своего взбивания и варки, он, конечно, делает текстуру более мелкодисперсной такой. И это мне очень нравится. Зачастую крем-суп в ресторане, где ты ешь, он такой, знаете, прям, ты его прям чуть ли не жуешь. Да, вот здесь это совсем другая история. Ну, и смотрите, я почти ничего не делал. И замечу, я переживал за то, что будет не так вкусно, потому что не было обжарки грибов, не было там обжарки фито-овощей. Но нет, оказывается, я заблуждался. Здоровое питание, оно может быть очень-очень вкусным. Главное, приложить правильную руку и использовать правильные инструменты. Так что приятного аппетита. Конечно, вы все это можете сделать в обычной посуде. Только, как я и сказал, вам понадобится гораздо больше этой посуды, гораздо больше времени. И, конечно, для меня это большое открытие. Это вот этот чудо-блендер ArtMix от Zepter, который все сделал фактически за меня. Я просто создал набор ингредиентов и отдыхал.